На заседании правительства Московской области подвели итоги премии «Наши Подмосковья», в которой также принимали участие жители Клинского района. Подведены уже итоги премии «Наши Подмосковья», и клинчане принимали активное участие в этой премии. И всего было представлено 350 проектов от Клинского муниципального района, 23 из них стали победителями. Список победителей опубликован уже на сайте администрации Клинского муниципального района, И среди 10 номинаций клинчане выделяют две номинации – это «Связь времен» и «Молодое Подмосковье». Одним из лауреатов премии стала Олеся Вячеславовна Садобарь с проектом под названием «Занятия физической культуры, доступные для всех». Я директор муниципального учреждения физкультурного центра «Лидер» и работаю здесь с 2003 года. Сама я тренер по карате, в большей категории занимаюсь карате уже достаточно давно, с 90-го года. Поэтому, в общем-то, все, что связано с физической культурой и спортом, мне, естественно, близко, знакомо и стало уже совсем родным, стало моей жизнью. Мы представили три проекта на премию губернатора нашей Подмосковья. Все эти проекты касались физической культуры и спорта. Один из проектов был посвящен занятиям физической культуры лиц пожилого возраста. И этот проект был и отмечен на конкурсе. В течение 10 лет уже занимаемся с людьми пожилого возраста. Занятия проходят в утренние часы. Для лиц пенсионного возраста, в общем-то, это тот самый контингент, который как раз не охвачен у нас занятиями физической культуры. Помимо занятий мы проводим для них также какие-то спортивные праздники. Я надеюсь, что и в дальнейшем буду участвовать в этих конкурсах. Если буду выигрывать, значит это будет хорошо, значит это кому-то нужно. А уж денежные премии мы найдем куда использовать на благо наших детей, на благо наших занимающихся. 28 ноября в Доме правительства Московской области наградят победителей премии. Тех, кто создавал проекты не под конкурс, а по собственному желанию и повелению души. Редактор субтитров А.Семкин